Приветствую всех на моем канале. Продолжаем серию новостей о футболе. Сегодня, 14 сентября, в 22 часа ровно по московскому времени в Киеве, состоится еще одна интересная встреча в рамках Лиги чемпионов по футболу между командами Динамо Киев и Бенфика Португалия. Прямую трансляцию будет показывать телеканал и сайт Матч ТВ. Составы игроков на этот матч таковы. Команда Динамо Киев по схеме 4-4-1-1, Бущан Киндзюро, Забарный Сирота. Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Андреевский. Допена, Леднев, Шкурин. Из-за травм не смогут играть Бурда, Беседин и Костевич. Команда Бенфика по схеме 3-4-3, Влаходимас, Жилберто, Вертонген. Марата, Гонсалвиш, Вайгль, Марио. Гримальда, Пинью, Еремчук, Эвертон. Также из-за травм не сыграют. Алмейда и Феро, а Лукас Вересима дисквалифицирован. Матч будет судить главный арбитр из Англии Энтони Тейлор. Если мы посмотрим на статистику игр этих команд, то увидим, что на чемпионате Украины динамовцы занимают первую позицию. Сейчас футболистам Динамо не повезло с группой. Там в составе очень серьезные соперники в лице таких клубов, как Барселона, Бавария и Бенфика. Дай бог занять хотя бы третье место. Но удастся ли украинцам этого достичь? Трудновато будет сразиться со знаменитостями. Команда Бенфика, сыграв в пяти турах чемпионата Португалии, сейчас находится на первом месте. И вообще игроки очень серьезно относятся к своей команде и готовы в любом раскладе разгромить любого соперника. Даже Барселоне нужно задуматься о предстоящей встрече с португальцами. И чтобы выйти из группы, надо как минимум за обе встречи с украинцами вырвать победу. Из последних шести последних матчей, украинским футболистам повезло с победой всего один раз. А вот португальские футболисты из тех же шести матчей забрали четыре победы. Еще одна статистика, когда состоялись очные встречи этих команд, также на Лиге чемпионов в 2016 году, португальцы, что в гостях, что у себя дома победоносно завершили оба матча против динамовцев. Здесь наверное и не нужны прогнозы профессиональных экспертов и аналитиков. Тут все и так понятно, что фаворитами станут португальцы. Это действительно сильная команда. Хоть и не у себя дома, но по-моему им по барабану где играть. Опыт и профессионализм все равно возьмет верх. Очень интересный должен быть матч. Ну а на всякий случай, давайте пожелаем удачи нашим братьям-украинцам. А вдруг, случится ли сенсация? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень благодарю своих подписчиков и гостей за поддержку. Огромное всем спасибо. Всего хорошего. До новых встреч.